После окончания официальной части празднование Дня города и Дня воздушного флота продолжилось в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь работали различные тематические площадки. Много интересного и полезного можно было увидеть на площадке Крылья Славы. Учреждения культуры и архивный отдел организовали экспозиции по истории города и градообразующего предприятия КомАПП. На выставках были размещены фотографии кумертау, почетных граждан и авиастроителей. В парке будущего каждый желающий мог изготовить своими руками сувенир. Это были вертолётики, яркое солнышко, цветочные композиции. В мастер-классах с удовольствием принимали участие и взрослые, и дети. Так что каждый уходил с праздника с небольшим подарком. Мне было очень интересно. Я сделал самолёт. Там я ещё сделал тоже самолёт, но только другого типа. А какой праздник сегодня отмечается, ты знаешь? Да. День авиации и День города. А что ты пожелал бы городу? Добра, силы и счастья. Детская игровая программа, организованная Центром самоцвета, и собрала всех желающих потанцевать и повеселиться. Ну а Сабантуй в нашем городе мероприятия традиционные. Это праздник дружбы, мира и согласия. Национальный праздник объединил сотни жителей и гостей города. На каждой площадке организаторы предлагали народные игры и развлечения. Среди юных участников особой популярностью пользовались такие юмористические конкурсы, как бой горшков и бой мешками. Также участники праздника с удовольствием соревновались в переноске воды на коромыслах. Пожалуй, самым сложным в состязаниях было лазание на шель с высотой в 15 метров. Этот вид состязания является самым популярным. Отметим, что высокий шель покорился далеко не всем храбрецам. Одним из плечиков, которому удалось добраться до самой вершины, стал Андрей Трофимов. Я думаю, каждый среднестатистический участник вполне способен залезть. Необходима сила воли и характер, а при желании можно все достичь. Однако для того, чтобы получить главный приз – велосипед, недостаточно лишь дойти до вершины шеста. Нужно сделать это быстрее всех соперников. Чтобы залез до конца вертикально шеста и коснулся определенной точки. Мы засекаем время. Кто быстрее всех залез, это самый лучший приз. Это велосипед первый приз, 7 призов и утешительный приз. Кто даже попытался, они получают утешительный приз. Также взрослые соревновались в таких видах спорта, как тяжелая атлетика и армрестлинг. В армспорте не было равных Саниславу Юдакову. Он стал чемпионом. Хочу пожелать всем успехов, счастья, здоровья. Всего наилучшего. Чтобы занимались спортом. Тогда будут победы. Еще одной изюминкой всех сабантуев является, конечно же, национальная борьба «Куреш». Всего силами мерились 25 борцов в шести возрастных категориях. Весе больше 90 килограммов боролись Федор Фролов и Сергей Акузин. В состязании прошли, самое главное, без травм. Занял второе место. Ничего страшного, я думаю. Ну, а всех горожан я хотел бы как бы воспользоваться случаем и поздравить с Днем Города. Пожелать всем благополучия, мирного неба над головой и, самое главное, здоровья. Так кумертаусы весело и задорно отпраздновали День Города и День Воздушного Флота. Гости праздника, сами жители и сказочные персонажи желали городу и предприятию КМПП, с которым связано празднование в нашем городе Дня Авиации, Добра и Мира. Ну, во-первых, всем сотрудникам и работникам вашего предприятия хочется от себя лично, от нашей воинской части пожелать мирного неба над головой, чтобы количество взлетов равнялось с количеством посадок, чтобы ваше предприятие Кумертау выполняло заказов еще больше, работали на нашу оборонку, чтобы предприятие цвело, и люди, которые там работали, смотрели в будущее, допустим, с позитивом. Процветание, конечно же, чтобы был всегда такой красивый, побольше таких мероприятий, очень весело и красивый парк, конечно. Мне это нравится. Сумасдельно. Да, да, да. Я хочу тоже пожелать горожанам, чтобы их город процветал, тем более с Днем Авиации, да, это, я так понимаю, городообразующее предприятие, и будет только сильнее, город красивее становиться, и он уже преображается, столько новых построек, столько всего, чтобы это приумножалось и процветало дальше. Айгуль Мухаммедшина, Сергей Николаев, Новости.